привет приветствую всех святых возлюбленных господом мир вам всем от бога друзья дорогие буду свидетельствовать о моем посещении на небо исайя 61 глава все по слову божьему то что было со мной и у меня первое видео опять прервалось и я опять чуть-чуть напомню все что я свидетельствую я подтверждаю словом божьим друзья смотрите иоанна 14 глава 21 стих кто имеет заповеди мои и соблюдает их тот любит меня а кто любит меня тот возлюблен будет отцом моим и я возлюблю его и явлюсь ему сам смотрите тот возлюблен будет отцом моим и я возлюблю его и явлюсь ему сам друзья смотрите потом 24 стих тоже об этом говорится 23 кто любит меня тот соблюдет слово моё и отец мой отец небесный возлюблен его и мы иисус и отец придем к нему и обитель у него сотворим дорогие друзья нужно жить словом божьим я тоже прохожу очень критические ситуации в жизни одна хуже другой и недавно дух святой мне открыл местописание где написано я вел тебе пустыню и томил тебя и наблюдал что в сердце твоем друзья сейчас я еще чуть-чуть перед тем как рассказать подробно о моих посещениях на небо я хочу немножечко как бы вступление чтобы вам не резало уши говорить читать слово божье что это должно быть еще смотрите от матфея 3 глава 11 стих я крещу вас в воде в покаянии но идущий за мною сильнее меня я не достоин понести обувь его он будет крестить вас духом святым и огнем дорогие друзья я чё-то нигде не слышу крещение огнем я чё-то нигде не слышу только слышу о реке благодати я не слышу о огненной реке они же там вместе рядом на небе и река благодати и огненная река он будет крестить вас духом святым и огнем никто не 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 крест не говорится нигде на проповедях нигде я не слышу о крещении огнем друзья дорогие я только что в том видео что прервалось прочитала место писания где иисус сказал что я к отцу моему иду и умолю и он пошлет вам духа с этого который научит вас и наставить на всякую истину теперь перейдем к исайя 61 глава я расскажу как отец и иисус сотворили обитель во мне и не говорите мне что бога никто не видел только чистые сердцем бога узрят написано без святости никто не видит господа и вот и вам прочитала место писания где написано тот кто соблюдет заповеди и возлюбит бога что отец и сын придут и обитель сотворят дорогие у меня очень было критическая ситуация в жизни и не было очень тяжело ее переживать и я не знала как поступить и было очень тяжело было очень больно как некоторым из нас мне сестра вот вечером тоже написала на вайбер что у нее очень тяжелое положение в жизни дорогие у каждого из нас есть да вот я прочитала вам закрещение огнем духом с этими огнем и я сейчас вам прочитаю одно очень и перед свидетельством текст вам посещение на небе где купалась в реке любви где я меня ждал накрытый стол перед этим я раз вот именно об огне крещение в огне прочитаю быстренько коротенько стихотворение она называется два кувшина размял гончар в ладонях глину отмерил ровно половину и поработав от души красивый вылепил кувшин а через несколько часов другой такой же был готов теперь сказал извольте братцы вот в этой печке обжигаться мы понимаем да что глины глиняные изделия должны кирпичи например про из которых строится дом мы это мы же как кирпичи мы должны через огонь пройти и слушайте дальше тот кто не согласен сказал и пригрузил смотрите мне пробуйте два часа в огне один кувшин шагнул в огонь за печку спрятался другой а после молча тиху молку полез приятелем на полку когда ж налили их водой то дело кончилось бедой один кувшин стоит спокойно и молчит а наш хитрец заныл потек обмял в комок и какой вывод надежный будет только тот кто сквозь огонь пройдет я помню я была недавно в одной молитвенной группы у меня пригласили или на вайбере или на скайпе это было год назад и там я участвовала тоже переписки и в этой группе молитвы за нужды и я начала призывать защиту небесную огненную и одна сетра мне начала писать она сказала что она пастырь и она мне начала ну чуть ли не обзывать и она говорит о каком ты огне пишешь о чем ты говоришь я писала я ей говорю что что написано просто она обозвала что я в заблуждении дорогие друзья мы не можем сами как написано понимать слово божие только духом святым написано мне жаль тех людей которые не призывают кровь защиты крови христа в свою жизнь которые не призывают огонь поедающий для защиты которые не крещеные огнем дорогие у я проходила очень тяжелую ситуацию у меня почему-то в жизни вот я прохожу через такие тернии до сих пор как очень тяжело бывает очень мне будут отдельные видео для тех кто заканчивает жизнь самоубийством даже недавно у нас сакраменту пару месяцев назад была статья новости местные где пастор покончил жизнь и многие люди заканчивают свою жизнь даже верующих христиане потому что они не видят выхода как очень много у меня было тяжелых тяжелых ситуаций где взывала к богу и бог просто выходил отвечал мне являлся ангел являлся и вот очередный раз я проходила тяжелую ситуацию без мне казалось что я не вижу выхода мне казалось что ну я не пройду это я не не смогу я не знаю что мне делать кажется что очень тяжело если когда у тебя нету где жить своего жилья и ты живешь у кого-то и когда вот кажется что все так плохо и дорогие и получилось вот я вижу облако спустилась с неба она ну как как и написано как покрывало да она спустилась и передо мной так появилась и я понимала что это за мной я стала на это облако и оно подняло меня в небо и передо мной вот перед глазами моими было вот то что такая как поляна вся в цветах очень красивые все такие полевые цветы даже как бы страшно было наступать на них они все живые и а дальше за поляной шла уже река я понимала что это река любви я через эту полянку прошла и зашла в эту реку а вот в конце это было можно назвать как озеро ну река а был водопад вот в эту реку вода стекала сверху и такой водопад я стала под тот водопад и начала купаться вода была очень свежая эту воду на небе не сравнить с земной водой когда вот вода на меня стекала на мои волосы я чувствовала такую свежесть аромат нету такого воздуха на земле и вода была мягкой вода мягкая свежая и она стекала по мне вот головы по всему моему телу по моим одеждам и я так стояла под этим водопадом и я наслаждалась вот этой свежестью и сверху я слышу голоса два голоса и один голос говорит вот мы выльем ей на голову елей радости потому что она всегда плачет в это время да я очень плакала и я смотрела так вверх я под водопадом когда стояла я видела и отец и сын они держали кувшин золотой руках и выливали мне на голову в этот водопад в эту струю и вместе с этой струей водой мне вот лился этот елей на меня он стекал головы по моим волосам полностью по моим одеждам по всему моему телу вниз аж до ног и я долго там стояла под водопадом наслаждалась этой водой потом я вышла и пошла уже по ступенькам вверх я увидела там накрытый стол для меня я понимала что для меня на столе не было яст там разных чтобы стол ломился там был только хлеб и вино и друзья когда я уже очутилась на земле в своей комнате где молилась я не могу сказать что извиняюсь что это было видение я была там я не я не знаю меня не было в комнате это я не видела я просто была там и купалась и ела хлеб и вино и мне было открыто велено открыть писающийся от первую главу и читать и когда я читала я понимала что это значит мое посещение на небе что это значит что это по слову божьему что вас 1 6 1 глава она исполнить она живая исполняется в жизни человека смотрите иисус сказал что он пришел проповедовать лету господне благоприятные и день мщения бога нашего утешить всех святую щих возвестить святую щим на сионе что им вместо пепла дастся украшение вместо плача или и радости вместо унылого духа славная одежда и назовут их сильными правдою насаждением господа во славу его и застроят потом смотрите пустыни вековые друзьями вы понимаете что это значит застроить пустыни вековые восстановят древние развалины и возобновят города разоренные оставшиеся в запустении с давних родов друзья когда мы приходим к врачу и заполняем анкету и там спрашивают наследственные родовые болезни спрашивают доктор спрашивает был ли инфаркт или рак или высокое давление у кого-то из семьи у родителей или у бабушки в дедушки потом или был алкоголь в роду потому что эти вещи вот болезни это проклятие они они передаются из рода в род эти духи злые болезни это есть злые духи и зависимости разные это духи которые переходят из рода в род а мы должны застроить пустыни вековые восстановить древние развалины и возобновить города раз разоренные оставшиеся в запустении с давних родов друзья после того как я уже ела хлеб и вино за столом ангелы мне служили ангелы принесли мне одежду обувь меня переодели обули на голову возложили венец я была одета в белое платье в очень красивые и обувь драгоценных камней вот это все что тут написано случилось со мной на небе дорогие друзья я в следующем видео расскажу как я купалась с огненной реки она будет только на ютюбе на фейсбук я ее выставлять не буду на вайбер мою группу и на ютюбе остальных две группы я хочу закрыть которые на фейсбуке дорогие друзья каждого каждый из нас проходит вот такой путь очень тяжелый и очень много людей я лично знаю и по интернету и в сущности они не ходят в церковь потому что люди как очень многие люди они ищут вот таких общений молитвенных где бы действовал бог они ищут многие люди не ходят церковь потому что церкви многие они как как бы мероприятия как бизнеса вот люди даже не понимают что они превратились церквей бизнеса они занимаются служением но они людьми главные в многих церквях вот главные мероприятия главное вот бизнес правление но не души человеческой поэтому многие остаются вне церкви и я знаю очень многих и также мне хотелось бы ходить в такую церковь быть в общении с остальными которые горят которые духовно горят где мало людей где нету тысячи где есть такой общая семья души попечения где есть молитвенные общения где говорят только о духовном о боге где зрел и зрелые люди где учат зрелости в одной церкви мне сказали что они не могут принять мое свидетельство потому что церковь не готова еще невеста христа не готова вот мне так пастор и сказал что церковь не готова невеста не готова слышать такую зрел зрел зрелость слышать такое совершенное яство это еще не время друзья дух святой во мне плакал потому что так нельзя говорить время давно пришло оставив начатки учения христова перейти к совершенству и ниже перечисляется какие начатки вот и что это значит я тоже об этом буду говорить друзья дорогие нужно искать вот общение с господом когда тяжело когда ты не видишь выхода не отчаиваться не сдаваться не налаживать на себя руки а молиться лучше поститься и бог обязательно придет он услышит как написано вас зови ко мне я услышу и покажу тебе великое и недоступное чего ты не знаешь друзья очень многие депрессия очень многие одинокие очень многие тяжелых ситуациях и они не видят выхода а бог есть бог живой он реальный он обязательно придет ответит только нужно к нему вызвать ну по-настоящему всех люблю всем мир божий